Прогресс забавная штука. С одной стороны он дал нам устройства, которые лет сто назад считали бы магическими, но с другой прогресс породил кучу проблем. Сотни фирм выпускают девайсы с разными системами, приложениями и даже простой просмотр ютуба иногда превращается в пытку. Какие-то смарт-телевизоры дают это сделать, какие-то нет, а люди без смарт-функции обкладываются проводами для выполнения элементарных задач. И если вам хочется, чтобы был магический девайс, который позволит смотреть что угодно на телевизоре, у нас есть кандидат. Это умная ТВ-приставка, большое ТВ, возможности которой поражают. Нет смарт-ТВ? Приставка предоставит все его функции, мощный веб-браузер, установка приложений и просмотр кино на любых сайтах. Есть смарт-ТВ? Приставка станет отличным дополнением, ведь большое ТВ позволяет смотреть обычные ТВ и предоставляет бесплатный доступ к огромной коллекции фильмов и сериалов. Там имеются даже блокбастеры вроде Острова проклятых, за которые не нужно платить, вся библиотека станет вашей раз и навсегда. При желании можно оформлять и дополнительные подписки, а также устанавливать приложения. К примеру, YouTube, просмотр которого на большом ТВ превращается в удовольствие. Ведь в одной из комплектаций к приставке прилагается пульт с функцией голосового управления, и вы сможете слушать нашу болтовню, открывая ролики без нажатия кнопок. Так же, как и открывать любые веб-страницы в привычных браузерах от Google или Яндекса. Приставка Большое ТВ — это тот самый девайс, который раз и навсегда решит проблемы просмотра чего угодно. И мы горячо советуем пройтись по ссылке в описании, где можно познакомиться с подробными характеристиками и здорово удивиться сладкой цене, гарантией и вариантам доставки. На Венере найдена жизнь. С таким заголовком выпустились чуть ли не все порталы планеты. Но даже несмотря на хайп, стоит отметить, что событие не получило должной огласки. Ведь черт подери, если ученые правы, речь идет о первом в истории свидетельстве биологической жизни за пределами Земли. Десятилетиями выдвигались теории о Марсе, и любой пук по этому поводу обрастал новостями, книгами и даже фильмами. Но из-за того, что Венера менее популярна, признаки жизни на ней не привлекают столько внимания. И очень зря, ибо для любого любознательного человека, это настоящий шок. Конечно, если расчеты университета Кардифа верны. Их проверкой мы и займемся в ближайшие пару минут и постараемся объяснить, почему это так важно. Ну а начнем с сухих фактов. Пока десятки тысяч телескопов по всей планете нацелены в далекий космос и пытаются найти жизнь посредством регистрации радиоволн, открытие пришло откуда и не ждали. Профессор Джейн Грифс, работавшая в университете города Кардиф, созвала пресс-конференцию, посвятив ее одной теме. В атмосфере Венеры найден фосфин, который в земных условиях в подобных количествах появляется лишь в качестве следствия жизнедеятельности бактерий. То есть, по логике, где-то в облаках жаркой планеты трудятся живые организмы, вырабатывая газ. Да, пока это лишь гипотеза, но важно понимать, что само наличие фосфина факт. Сначала его засекли с помощью телескопа Максвелла на Гавайях, а затем дважды проверили находку при помощи комплекта Алма, состоящего из 45 телескопов. И все они четко пояснили, фосфин на Венере есть. Ну или какой-то невероятный аналог фосфина, обладающий ровно теми же характеристиками. Что по любой логике сделает его фосфином, как бы очевидно это ни звучало. Но что это вообще такое? Фосфин — это крайне ядовитый для человека газ, с обладающий запахом тухлой рыбы. Спасает нас лишь то, что на Земле натуральным путем его вырабатывается крайне мало. Фосфин может выделяться при ударах молний и извержениях вулканов, но изюминка в том, что в этих случаях вырабатывается ничтожное количество газа. В достаточных количествах его можно получить двумя путями. Либо смешать белый фосфор с горячей щелочью, что и делается на производствах, связанных с консервацией. Но в условиях Венеры, как вы понимаете, это не особо возможно. Лабораторий там нет. Однако на нашей планете некоторые виды грибов, червей и бактерий выделяют достаточное в относительном представлении количество фосфина. Именно поэтому пару лет назад ученые выделили фосфин в качестве маркера для поисков инопланетной жизни. Ибо натуральным путем в атмосферу он попадает в крошечных количествах. А если он есть в достаточных, это скорее всего результат деятельности живых организмов. Все логично, не правда ли? Конечно, рассчитывать на существование грибов или червей на Венере, мягко говоря, наивно. Планета находится в полтора раза ближе к Солнцу, чем Земля. И ее атмосфера из-за парникового эффекта горячей даже, чем Меркурий. При температуре в 460 градусов плавится даже свинец. Так что существование высокоразвитой жизни на Венере, скорее всего, невозможно. Но есть уловка. Фосфин найден в атмосфере. Если точнее, в 50 километрах над Венерой. Там, как мы знаем, плавают миленькие облачка сернистого газа и серной кислоты. Но все же они достаточно плотные, а давление там абсолютно то же, что на Земле. Более того, схожи и температуры. Верхний слой Венеры теплее, чем Марс, и гораздо более похож на нашу с вами планету. Так что условия для жизни в 50 километрах над Венерой более чем сносные. По крайней мере, они практически те же, что и на Земле. А у нас в 2017 году были найдены микроорганизмы на высоте в 400 километров. В образцах космической пыли, собранной на Международной космической станции, нашли вполне себе бодрствующих бактерий семейства Комомонодакая. Или как-то так. И логично, что, несмотря на всю суровость Венеры, держа в голове схожесть верхних слоев наших атмосфер, ученые искали жизнь там. И, кажется, действительно ее нашли. Причем речь не об открытии, которое нужно проверять. Ребята из Кардифа на пресс-конференции пояснили, что информацию получили давно, а последние месяцы занимались ее поиском. По их словам, содержание фосфина в атмосфере Венеры 20 молекул на миллиард. Ребята проводили симуляции самых невероятных вариантов, вроде тысяч ударов молний в минуту, и ни одна из них не увенчалась успехом. Такое количество фосфина в атмосферу могут дать только живые организмы. Однако оговорка все же имеется, и она в текущем уровне развития человечества. Ребята изучали атмосферу Венеры, основываясь на данных, которые мы имеем, о Земле. Да, в земных условиях столько фосфина могут дать только бактерии. Но кто знает, что происходит на расстоянии в 146 миллионов километров. Телескопы не засекают конкретные вещества, они лишь запускают волны определенного диапазона, на которые различные вещества реагируют по-разному. Да, с вероятностью в 99 процентов ребята нашли фосфин. Но, возможно, современная химия просто не знает других методов его получения натуральным путем без живых организмов. Так что пока это все еще теория. Когда мы сможем подтвердить ее на практике? Это сложный вопрос. Из-за своей горячности и отсутствия пиара Венера считается космическим изгоем. Хотя даже лететь на нее проще, чем на Марс. Однако большинство зондов направляются именно к Красной планете. Да и тот же Илон Маск не особо горит желанием лететь к раскаленному шару серной кислоты. Но подвижки все же имеются. 15 октября этого года в Венеры должен пролететь корабль Беппи Коломбо. Конечной целью японско-европейской миссии является Меркурий. Однако аппарат совершит два пролета вокруг горячей планеты. К сожалению, это будет очень высоко, да и аппарат запущен в 2018 году, когда открытия фосфина еще и не было. Оборудование Беппи Коломбо не позволит изучить вопрос подробно. Однако кое-какую информацию он сможет предоставить. То же самое сделают европейские Solar Orbiter и американский Паркер. Но их конечная цель не Венера, а Солнце. Чтобы поставить точку над И в вопросе жизни на Венере, нужен отдельный аппарат. И здесь все очень плохо. Ибо единственный кандидат — российская межпланетная станция Венера-Д. У СССР, а затем и у России особые отношения со второй планетой от Солнца. Ибо именно Советы получили первые кадры с планеты и доставляли туда ровер. Роскосмос хочет пойти по стопам предка. Однако охотнее верится, что Илон Маск решит хайпануть и лет за пять состряпает зонд для Венеры. Ибо планы российского космического агентства выглядят удручающе. Даже ориентировочный запуск намечен на 2029 год. И уже сейчас раздаются слухи о переносе на 2031. Это логично, ибо ракетой-носителем Венеры-Д должна стать многострадальная ангара, которую пытаются создать уже 30 лет, но никак не запилят. Все мы в курсе, что кроме полетов на МКС российской космонавтике похвастаться нечем. И, к сожалению, веры в то, что ребята поставят точку над И в вопросе жизни на Венере, нет никакой. Так что зонд, который сможет собрать пробы атмосферы и выяснить что-то официально, все еще остается в мечтах. Но что вообще будет значить подтверждение гипотезы? Как минимум, ответ на вопрос, который мучает человечество тысячелетиями. Одни ли мы во Вселенной? Если даже на планете, похожей на ад, найдут микроорганизмы, ответ станет очевиден. Новые экзопланеты, гораздо более похожие на Землю, находят каждый день. И раз уж бактерии живут на Венере, почему бы не существовать более продвинутой жизни на планетах получше? А если гипотетический зонд доставит эти самые бактерии на Землю, ученые всей планеты испытают оргазм. Только представьте, сколько открытий можно сделать на этом основании. Если планеты будут схожи с земными, это подтвердит теорию, что вся жизнь развивается по одному сценарию. Если нет, ученые изучат бактерии и, понимая, чем они питаются и как живут, смогут сделать тысячи открытий, которые изменят планету. Ну и, конечно, мы определенно сможем предсказать будущее нашей Земли. Ведь, по мнению многих ученых, в прошлом, когда Солнце было прохладней, Венера была очень похожей на Землю планетой. Но позже, нагреваясь, светило спровоцировало парниковый эффект, превратив нашу соседку в месиво кипящей кислоты. Кто знает, может, бактерии в атмосфере Венеры это потомки когда-то развитой жизни на этой планете? И кто знает, возможно, они это то, что останется от нашей Земли через пару миллиардов лет? Одно можно сказать точно – подтверждение гипотезы о жизни на Венере приблизит нас к ответам на эти вопросы. До новых встреч, друзья!